Это дебюты, и дебют футболки клуба сразу у нескольких игроков будет. 24-й Карентен Телесо и также 35-й Ренату Санчо. Живенье защиты в опорной зоне 10-й Лука Модрич, 8-й Тони Кросс и 22-й, либо же под 18-й. Но вот такая неожиданность. Это надо. Йович. Но это будет уже во втором тайме. Такие вот сообщают, что это лучший вариант, лучший выбор Зидана. Мануэль Нойер не сыграет сегодня, но без них Реал отлично атакует. Реал создает еще один. Санчич пробивает, рикошет от головы Варана. Снова положение вне игры у Карима Бензима. Поднимает, сложит карбитер. Бензима не забивает в итоге, но одним из тех, кто по ходу сезона будет в центре защиты действовать. Но посмотрим уже, как будет. Идет, идет, Аки, но выпускает мяч за лицевую линию. Долго придумал кинский команд, что ему делать, но... Ко. Карвахаль головой делает скидку. Мяч прилетает в руки Нойеру, но было нарушение правил противоиска. Показывает арбитр и опасный штрафной для Реал. Оказывается, Искона Модрича. Модрич справа оказывается. Простоянная передача и... Не забивает Бензима! Удар от ворот будет. Мяч от Карима Бензима в итоге вышел за пределы поля. Но прежде нападающий Реал, лучший бомбардир команды в прошлом сезоне, не забил. Хотя, может, и не коснулся мяча в итоге Бензима. Бавария в атаке. Оказывается, арб на газоне, но нет нарушения про того, как трансферное окно... Алава в штрафной простреливает! И не забивает! Или таки забивает Талесо. Не с первой попытки, но со второй отличается. Центральный полузащитник Баварии на 15-й минуте открывает счет и Карантен Талесо. Какой же важный гол для него после прошлого сезона. Где Талесо два матча всего лишь сыграл. Дважды выходил на поле. Он... Ответ от Баварии может быть. Куртуа выходит за пределы штрафной площади. Попадает назад Марселу. Марселу штрафную. Надалью штангу Рамус! Рядом с ним Санчеш. Ренату Санчеш бьет! И попадает в Карваха. Снова Кросс. А это ударная позиция для Тони Кросса. Но... Снова он против Кимиха. Азар на Бензима! Хорошая передача от ТД на Азар. А Бензима проталкивает и мяч себе на ход. Но делает это слишком сильно. Кимих будет пробивать рикошет. Мяч сидит за спину Куртуа. Но он все-таки ловит. Карим Бензима в штрафной. Все-таки с мячом Бензима. Пробивает! Из-под защитника и Мануэль Ноэр на месте. Нашел возможность пробить все-таки Карим. Ну, нельзя так говорить, что вот пришел Арп. Он будет играть теперь на позиции Рибери. Наконец-то обострение. Удар по воротам выше. Баран и Бензима боролись друг с другом. И в итоге от кого-то из них мяч полетел в сторону ворот. Но это было очень не опасно. Хотя позиция... Позиция для удара Максо. Еще одна передача. Пробивает Тиага Элькантера. Здорово играет. Расставляет мяч Ренату Санчеша. Тиага Уазара. Передача в штраф. Ну и сейчас может быть опасно. И мяч прилетает в руки Ноэру. Ноэр, конечно, падал. Быстрее, чем мяч к нему летел после этого удара. Айты Иску попадает в стенку. Еще раз пробивает. И мяч разворачивается. Идет сам Эден Азар. Азар. Отдает. Снова Азар с мячом штрафной. Пробивает Эден Азар. Ноэр на месте. Я иду на скамейку запасных. Это значит, что не его игра после этого момента. Арп перекладина. Вот увидели мы, как Азар берет игру на себя. Как раз этот момент на повторе. Остается с мячом Арселло. Подача. И не дотягивает. Хороший момент был. Снова не то, чтобы завершение плохое. А вот это завершение плохое. Ладно. Предыдущая передача и там Бензема. Не сумел пробить как следует. А сейчас он снова не попадает по мячу. Марка Асенса делает этот набор. Модрич подбирает. Тут же мяч. Модрич пробивает. Ноэр на месте. Еще один шанс у Реал. Но это шанс удар. Шанс, который сам себе сделал Лука Модрич. Он подавал. Никто не выходил на мяч. Он подбирал. И в итоге сам пробивает. В штрафной площади. Под левую пробивает. Куртуа на месте. Мы возвращаемся с Хьюстона. Бавария играет против Реала. В Германии сбил 10 мячей в Лиге Европы. Помог команде. Так что все наши надежды, о которых мы говорили. Вблизи, что там произошло. И кто кого заменил. Эта передача выполнял. С номерами, конечно, у Реала. Система. Какой сейчас состав играет у Реала. Бавария, конечно же, будет больше атаковать. Бавария сразу же, начиная из Фламенго, пришел за 45 миллионов евро. Вероятно, следовало ждать после перерыва. 20-летний футболист, а не Андрея Лунина на второй тайм. Подачи в штрафную. Какой шанс у Баварии. Отличный навес. Предыдущая атака Баварии была и закончилась она тем, что Тиаго Алькантера не пошел наперед. Хорошие забегания. И это может быть выход один на один. Это выход один на один. И это не гол. Кейлор Навас. Отличное забегание Телесо. Принимает он мяч. Еще один шанс у Баварии. Прострел. И снова Навас. Снова Навас. Важный шоу, напомню, из чемпионата МЛС. А пока что Венисио Жуниор не забивает Венисио Жуниор. Сам Лукас Васкис пробивает. Подача на дальнюю штангу. И снова Паварии. Шибкий соперник. Скажем так. Вот сейчас она может быть. Левандовский принимает передачу Зюля. И Левандовский забивает. 2-0. 67-я минута. Все очень просто. Николай Зюля делает длинный пас. Роберт Левандовский убегает за спинозащитником. И разбирается так, как должен разбираться Левандовский. Хейлор Навас на месте. Ошибка Реала на своей половине поля. Опасная передача в штрафной. Гнабрии. 3-0. 69-я минута. Бавария громит Реал. Да, состав Реала еще тот. Сейчас, в втором тайме. Но, тем не менее. Тем не менее, 3-0. Наверное, Сержи Гнабрии сбивает. Но забивает он как? Потеряли мяч. И Гнабрии вот здесь теряет. Начо отдает. Прострельная передача. Гнабрии не забивает. Свой второй мяч. Рикошет. И отличный шанс у Синга забить. Но не попадает с линии Вратарской. Этот футболист. Все здорово сделал Гнабри. Все здорово сделал. В защите играет Альфонсо Дэвис. Еще один шанс у Баварии. И не сбивает Ливандовский. Снова передача за спиной защитником. Снова Ливандовский. Тем не менее, снова оказывается, с ним не остается. Все-таки и отдает неточную передачу. Это была команда. А сейчас просто набор игроков. Который Дэвис берет игру на себя. Дэвис и простреливает. Но в руки на вас. Родриго остается у мяча. И больше никого. Пробивает. О, ну какой гол! 84-я минута. 3-1. Ну вот и представление игрока. Представление нового футболиста. Непонятно, что там в игре. Непонятно, что там в командных действиях. Там полноценная какая-то перспектива. И полноценные впечатления от его возможностей. Но зато Родриго вот такие мячи. Может сбивать.